приветствую друзья понимаете в этом пении в чем дело дело в том что не в том дело что ты говоришь там хрипишь там или поешь хрипишь а дело в том что если ты начинаешь распиваться как я сейчас вам покажу то получается что ну посмотрите что получается посмотрите как я свободно разговаривать неважно что я там простужен или не простужен даже скриплым голосом вы посмотрите в чем дело какая-то появляется убедительность понимаете живость какая-то уверенность какая-то сила в голосе появляется какая-то она это сила основательная потому что я попробовал это дело зайте как я просто себе пропивал му как под мозг себе пила ну а вот несколько раз день просто несколько раз день ведь он у меня сейчас такой сиплый такой-низкий такой потому что сейчас не моё время я вообще-то должен спать там я много работал всю ночь из него и время но дело же не в этом дело в том что я когда несколько раз пытаюсь один а делу я всего три дня несколько раз в день буквально по 15 секунд, по 10 секунд, то время от времени пропиваю себе то, что мне в голову приходит. То, что мне в голову приходит, даже я пропиваю, например, без звука. То есть я не боюсь, что у меня нет звука, я просто без усилия над собой. Просто вяло текущий такой процесс, когда я просто как бы бормотание, но звукописное такое, песнопенное такое. Я пытаюсь петь, что в голову приходит. Но знаете, что это такое? Это поток называется. Это как автописьмо. Вот автописьмо, знаете, что такое? Это когда человек садится, например, утром, между сном и бодрствованием, в такое состояние, пишет, что в голову приходит. И через некоторое время выздоравливает. Но то же самое здесь. Я пою, что мне в голову приходит. Видите, да? Ну, просто всё, что в голову. Я хочу, чтобы вы связали одно с другим. Самое главное, без всякого насилия над собой. Я хочу хорошо петь в результате. В результате, к чему я стремлюсь. Но делаю я это путём такой разминки перед пением. То есть, несколько дней я пою без всякого усилия, даже без голоса, не боясь никаких ошибок. Просто что мне в голову приходит, что мне в голову приходит. Я себе вот напеваю, могу очень тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, честное слово. То есть, я освободился от страха ошибки. Ну, я раньше же петь-то не мог. Не только потому, что у меня слуха нет. Я петь не мог именно потому, что у меня зажим. Я думаю, а как это будет выглядеть и так далее, и так далее. Вот эта самооценка глазами других людей. Когда ты думаешь, что ты можешь вызвать какую-то реакцию негативную. Кто-то подумает, что ты идиот. Кто-то подумает, что ты дурак. Кто-то подумает, что с ним связывается. Понимаете, вот это вот общество. А ты все время среди людей находишься. Ты же человек. И у тебя все время ощущения, как тебя оценивают. И некоторые люди, видимо, зажимаются. Я бы тоже, мне в голову бы не пришло вот так вот выступать. Понимаете? А я там буду... Я вас буду... Я обещал несколько раз, да, ролики делать. И вот мы сделаем такой ролик. Когда вы увидите, что я настолько убедителен. Понимаете? Вот я... Ну, даже трудно это объяснить. Ну, вот смотрите. Сейчас заканчиваю. В следующем ролике еще скажу. И вы увидите разницу. Заканчиваю. Смотрите. Пропадает страх перед этой деятельностью, которая для меня была чуждой. Пение. Я никогда не пел. Пропадает этот страх. Но я так думаю, что так можно и заик лечить, и говорить лучше. Да. Я потом подскажу. Потом, значит, я вам скажу, что то же самое происходит при психоанализе. Там, когда наведут на больную точку в душе, и человек начинает выговариваться, 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 поток. Поток речевой идет, да, и он освобождается. Да. Вот за счет того, что у него поточная речь, непрерывная. То же самое вот здесь поток мыслей и поток речи песнопенный. Короче говоря, просто все, что в голову придет, несколько раз в день, минут по 10, по секунд, по 10, по 15. Ну, короче говоря, кусочками. Мизерно. Там не надо, вот там по полчаса тренироваться. Не надо. Первый практический результат произошел. Я перестал стесняться выглядеть глупо, когда я вам про это рассказываю. Понимаете? В следующий раз я... Это самое главное. Самое главное, что ты теряешь страх, как на тебя будут смотреть. А ведь это основа не только для лучшего пения. Это основа для любого актера, для любого выступающего человека. Вы представляете, я теперь не боюсь, даже если я буду простуженный совсем, с хриплым голосом, речь сказать. Вы понимаете? А раньше я бы стеснялся. Да. Ну ладно, я в следующий раз еще добавим, добавим. Короче, учимся петь. И не только. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok